Глава городского округа Люберцы посетил дом 9 по проспекту Гагарина. Летом в период сильных дождей там произошла крупная протечка. Затопило пять этажей. Владимир Волков проверил качество устранения аварии и обсудил с коммунальщиками вопрос возмещения ущерба жильцам. Подробности в следующем материале. Место аварии – технический этаж 20-этажного дома. Сейчас здесь чисто, тепло и сухо. Аварийная ситуация произошла у нас 2 июня, в момент, когда у нас были сильные ливневые дожди. В результате у нас вырвало раструб ливневой канализационной системы. Аварию коммунальщики управляющей компании «Пиккомфорт» устранили в тот же день. Раструб лопнул из-за стеклянной бутылки, которую кто-то бросил в трубу. Она минимизировала отток воды. И в какой-то момент ее объем превысил критический уровень. После вот этого вот аварийного случая, сколько квартир затопило? Дошло до квартиры вообще? Конечно, порядка 10 квартир затопило у нас, да. Кто бросил бутылку, неизвестно. Доступ на крышу имеют представители компаний, предоставляющих услуги по доступу к интернету. Сотрудники самой управляющей компании. Иногда пробираются подростки. Давайте мы проговорим еще один вопрос. С учетом того, что у вас 59 домов, и такая ситуация может произойти на любом доме. Вот те мероприятия, которые вы выполнили, где обеспечили подпорки под каждый раструб, мы их видим, они как бы уже не позволят в дальнейшем произойти такую ситуацию. По словам коммунальщиков, в ходе устранения аварии все стояки были разобраны, собраны и укреплены. Протечек больше не было. Прошли мы, у нас составлены акты по залитию, составлены дефектовые ведомости. Сейчас вот мы осмечиваем все и собираем документы для компенсации. Все документы будут оформлены до конца октября. Выплаты начнутся в ноябре. Наибольшая сумма ущерба – 300 тысяч рублей. Если посчитать все квартиры, несколько миллионов. Деньги будут выделены из бюджета управляющей компании. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...